добрый день наши дорогие подписчики с вами семья тюкавиных и наш канал мясной семейный бизнес сегодня у нас по плану борщ борщ это несложное блюдо которое умеет готовить почти каждая хозяйка но несмотря на это я вам раскрою массу полезной информации про это очень простое блюдо во первых когда я стала варить борщ на продажу я столкнулась с такой проблемой чем больше кастрюльку я брала тем менее ярким он получался когда я готовила для семьи и варила борщ в кастрюльке 3-4 литра никогда не возникало такой проблемы борщ всегда получался ярким и насыщенным сначала я стала варить борщи на продажу в кастрюльке 7 литров и он стал менее ярким но когда я сменила кастрюлю на 12 литровую он при варке цвет вываливался и был похож скорее на щи с большим содержанием томата уксус при пассировке я конечно добавляла но это не помогало даже мама подключилась и перебрала все рецепты в интернете естественно нашла решение она предложила перед тем как добавлять свеклу в борщ и ее необходимо запечь фольге рецепт конечно отличный но мне он не очень понравился потому что он энергозатратный когда варишь борщ и так работает две комфорки и еще если будет полноценно работать плита это очень отразится на себестоимости конечного продукта все изменилось когда я стала собирать сына в канаду но на тот момент я даже не предполагала что границы будут закрыты практически навсегда когда он предыдущий сезон жил и играл хоккей в канаде он очень скучал по борщу канадцы они в принципе не варят и не едят никакие супы и я решила насушить ему борщ в тех же пропорциях которых я варю и вот как это получилось вообще я считаю идея просто гениальная особенно для тех кто идет в какие-то дальние долгие походы в рюкзаке место занимает мало и вес тоже минимальный но чтобы сравнить вкус я решила параллельно сварить классический борщ и борщ из сухих ингредиентов и посмотрите какая разница у меня получилось я тоже была очень удивлена и теперь кроме сырой свеклы я всегда добавляю несколько горсточек сухой и борщ всегда получается ярким и насыщенным у меня всегда есть запасе сухая свекла храню ее в такой одноразовой емкости кстати емкость литровая и в литровую емкость помещается четыре крупные сухие свеклы а теперь расскажу сам процесс но как мне кажется почти все хозяйки готовят больше одинаково плюс минус какие-то нюансы сразу хочу заметить что я варю больше на очень насыщенном бульоне на 12 литров я беру 5-6 килограмм мяса на косточке после того как бульон сварится мясо разбираю часть оставляю для борща а остальную часть вареного мяса перекручиваю на мясорубку и использую для фаршированных блинчиков и все свои борщи солянки я всегда готовлю в паре с блинчиками с вареным мясом больше всегда варю очень густой если покупатели любят жидкие они всегда могут разбавить до той густоты которая нравится согласитесь что сделать из густого жидкий гораздо легче чем из жидкого густой при этом качество борща совершенно не страдает потому что основа бульон очень насыщенный все ингредиенты стараюсь подготовить заранее так как объем закладки каждого продукта очень большой когда варю суп из зимней капусты всегда отправляю в кастрюлю ее первой просто люблю чтобы капуста была мягкой и не хрустела лук режу не полукольцами а одну четвертую кольца нарезанный таким образом лук потеряется среди капусты и будет незаметен так как бы капуста варится начинаем пассировать свеклу чтобы пока капуста варится начинаем пассировать свеклу Как только свекла уменьшится в объеме и станет мягкой, отправляем ее в кастрюлю. Далее то же самое делаем с морковкой. Когда идет процесс закладки овощей в кастрюлю, огонь делаем всегда большим. А когда начнет закипать, уменьшаем. Если у вас небольшая кастрюля, лук, морковь и томатную пасту можно зажарить в один заход. Сначала до золотистого цвета обжариваем лук, добавляем морковь и последнюю томатную пасту. После этого всю эту красоту отправляем в кастрюлю. Самую последнюю я добавляю картошку, так как мы покупаем всегда рассыпчатые сорта. Если картошка плохо разваривается, ее надо добавить перед луково-морковной зажаркой. Именно перед картошкой добавляем в борщ 2-3 горсти сушеной свеклы. Она начнет потихоньку расходиться и придаст борщу насыщенный цвет. После добавления картошки даем борщу закипеть, делаем на минимум и оставляем томиться на 15 минут. В конце варки добавляем несколько зубчиков чеснока, черный молотый перец и укроп по желанию. Даем борщу постоять час-полтора, но будьте аккуратны, борщ в таком объеме остывает долго и может быстро закиснуть. Разливаем по емкостям. Из 12 литров у нас получается 9 емкостей по 1,8 литров, не до краев. Добавляем по 100-120 грамм мяса. И когда борщ остынет, отправляем в морозилку. У нас есть еще один вариант приготовления борща, это борщ в автоклаве. Посмотрите, при высокой температуре он также потерял свой цвет. К вкусу у нас нет совершенно никаких претензий, на вкус он остался таким же вкусным, но по цвету стал похож на щи. В нашей семье, к сожалению, такое приготовление борща в автоклаве не прижилось. Сын сказал, зачем я буду есть суп из банки, когда ты каждый раз готовишь свежий. Вот такие три варианта борща мы сегодня вам представили. Сухой, в банке и классический в заморозку. Мы уверены, что у каждой хозяйки есть свои секреты по приготовлению этого домашнего блюда. И мы будем очень рады, если вы поделитесь всеми с нашими подписчиками. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»